Всем привет, меня зовут Михаил Климчук, у нас сегодня в гостях Денис Пончев, и сегодня мы поговорим про тайм-менеджмент. Что это такое и с чем его едят, расскажет Денис Пончев. Денис, можно сразу сказать? Давай. Всем привет, спасибо Михаилу за то, что пригласили. Да, попробуем поговорить о том, чего мне сегодня не удалось, но мы растем, совершенствуемся и применяем все новые и новые инструменты. У меня напарник просто смеется. Тема действительно серьезная, важная. Это все-таки тайм-менеджмент. Такая интересная формулировка у этой фразы есть. Если в русском переводе, это управлять временем. Но как мы можем управлять временем, если по факту мы не можем управлять временем, мы можем, скажем так, подстраиваться под текущие какие-то процессы. Ну и за счет этого, наверное, выиграть чуточку времени для себя, для того, чтобы не просто работать, но и еще, наверное, получать удовольствие от жизни, от того, что мы и зарабатываем, да, и, опять же, увлечены каким-то процессом, и есть прекрасная возможность еще отдыхать. Научи, сенсей. Да. Я на самом деле не совсем, наверное, соглашусь, что мы не можем управлять временем, мы можем им управлять. Отчасти вот в вопросе уже прозвучал ответ, как мы можем это управлять этим временем, мы можем его распределять между определенными задачами, определенными действиями и планированием непосредственно. Почему он стучит по столу? Там потом вот этот звук будет вылезать. Так, да, собрались. В общем, тайм-менеджмент – это действительно управление временем определенными инструментами, механизмами и действиями, которые совершает человек. То есть мы можем жить, как живет большинство, вот с утра встали, позавтракали, умылись, пошли на работу, вернулись с работы и так далее. Как проходит наша жизнь, мы не задумаемся, да, у нас нет определенных целей, мы не движемся в определенном направлении, как бы живем по течению. И, соответственно, время уходит гораздо быстрее. То есть я думаю, многие замечали, что кто-то вокруг или вы сами говорите о том, что 10 лет пролетело и там глазом не успел моргнуть. Действительно, если вы живете без контроля времени, без четких целей, так и происходит. Как только у вас появляется четкая цель в жизни, либо задачи, которые вы распределили по этапам, у вас жизнь начинает делиться на определенные этапы. До достижения цели и после. Либо если у вас цель глобальная, долгосрочная, то вы идете, за этот год я должен выйти на доход, миллион рублей в месяц. За следующие пять лет я должен себе построить пассивный доход в миллион рублей в месяц. Вот у вас жизнь поделилась на четыре этапа. Ведь понятно, что управлять временем – это прекрасно. Но это хороший такой ресурс, но опять же без образования в миллион не заработаешь. То есть время – это действительно хороший и важный ресурс в нашей жизни. Образование тоже. На образование нужно тратить время. Поэтому тут… На все в жизни нужно тратить время. То есть самый ценный ресурс сейчас, на мой взгляд, их два – это информация и время. Не обладая информацией, ты затратишь больше времени. Обладая информацией, оптимизируя время, ты становишься максимально успешным. То есть два фактора, которые у тебя должны быть. Ты должен уметь управлять своим временем и уметь добывать нужную тебе информацию. Все. Об информации мы сегодня не говорим. Говорим о времени. Как им управлять? Управлять своим временем – правильно. Абсолютно образование. То есть если мы не имеем какие-то навыки и знания, мы тратим больше времени на какой-то процесс. Опять же, то же самое зарабатывание денег. Мы можем отучиться в стандартном университете, получить инженерную, бухгалтерскую, юридическую специальность и работать всю жизнь наемным рабочим, получая 80-100 тысяч рублей. Но еще не факт, что ты устроишься именно тем же бухгалтером. Да, по специальности. Нет, еще раз говорю. То есть ты можешь отучиться и тоже потратить время. У нас сейчас такое образование, которое затрудняет, скажем так, человека, который получил это образование, быть в конечном итоге встроенным в экономику. Зачастую то образование, которое есть, оно просто, наверное, морально устарело, и либо там существует достаточно большая конкуренция. Вот как раз это в продолжении моей мысли. Я ее не завершил, потому что образование важно, но на сегодняшний день можно быть вот с этим неким стандартным образованием университетским, к которому мы привыкли. И абсолютно не уметь управлять временем, либо зарабатывать деньги, если мы ставим себе цель выйти на пассивный доход, чтобы жить более комфортно. Соответственно, для этого нам нужно другое образование, как я считаю сейчас наиболее эффективное, это некое тренинговое образование по узким направлениям того, в чем человек хочет развиваться. Вот хочет он сначала стать успешным по управлению своим временем. Ему нужно затратить это самое время на получение неких навыков. Прочитать книги, сходить на тренинги, послушать какие-то вебинары, получить инструменты и начать их применять. И только после этого он начнет оптимизировать свое время. До этого он потратит день, неделю, месяц, год на то, чтобы этому научиться, а не в университетах. И после этого, вот опять же, наверное, чуть назад нужно вернуться. С чего стоит начать? С образованием по управлению времени или с образованием по зарабатыванию денег? Либо вообще, в принципе, с образованием? Смотри, давай так. Если мы говорим о насущном, мы кушать хотим каждый день. Нам требуется 2000 калорий. Соответственно, наверное, в принципе, не так иду и есть. Все ставят вопрос. Первый степенный – это финансовый. То есть, вот здесь и сейчас заплатите мне деньги, я хочу есть. Как быть дальше? Потому что зачастую, если мы закрываем срочные какие-то вопросы свои, мы отпускаем важные вопросы, которые нужно решать. Стратегический, стратегический. То есть, вот как быть вот в этом случае? Два момента, скажу, наверное, такой обидного для людей нашего возраста, но перспективных для молодежи. Есть период времени, когда ты не задумываешься о том, где тебе все денег на еду. Тебя кормят твои родители. И это как раз обращение к родителям о том, что тайм-менеджмент нужно вкладывать в детей. Управление временем, садика, школа и так далее, стимулирование управления своим временем, передача инструментов, которым вы должны уже научиться, заложат им базу в тот момент, когда они начнут сами зарабатывать, они будут делать это максимально эффективно. Каким вот образом заложить? На каком-то примере можешь рассказать? Да, конечно. Во-первых, начать с того, что самим сначала обучиться и начать применять, и показывать это на личном примере. То есть условно, мы сегодня, я работаю, прихожу домой не в 6, а в 9, задерживаюсь, мы вечер не проводим время, но это отец говорит ребенку, допустим. Но за это я не работаю в выходные, и мы оба выходных проводим вместе. Я вот таким образом спланирую, ты одобряешь, что сегодня мы вместе не побудем, зато все выходные проведем вместе. Ребенок говорит, да, отлично. Значит, ты одобряешь мой план, собственно, свои дела ты также можешь перераспределять. Вот у тебя есть задача сделать там какое-то там задание из детского сада, которое ты можешь сделать либо сейчас, пока меняет вечером дома, либо мы это время потратим место прогулок, отдыха, там, тусовки на выходных, и будем делать домашнее задание, которое тебе задали. То же самое выбирай. И ребенок начинает осмыслять. То есть реально у него вот есть три часа, пока папы нет дома, сделать это в будни, либо ничего не делать, поиграть и, собственно, делать на выходных. И с этим приходит осознание. Смотри, ну, опять же, мы говорим о ценности, как воспринимает ребенок, потому что понятно, что он всегда хочет, скажем так, он не хочет именно в субботу общаться с папой, он хочет, в принципе-то, общаться каждый день, вот, он увидит ли в этом ценность просто. Вот так вот просто сказать, давай я сейчас вот это делаю, а потом мы с тобой там будем развлекаться. Зачастую дети просто сидят сейчас в гаджете, в компьютерах, играют постоянно, либо занимаются. Мы их, кстати, тоже зачастую отправляем на какие-то там кружки, тренировки, да, и у них тоже достаточно плотно расписан их график, и им хочется играть, развлекаться. То есть вот будет ли это как бы действительно являться каким-то вот основанием, чтобы пересмотреть подход? Будет, если, опять же, повторюсь, родители на собственном примере показывают, насколько это эффективно, потому что дети же копируют нас, родителей, и исходя из этого, если ты сам не придерживаешься там менеджмента, то все время опаздываешь, ну, там, не успеваешь. Почему ты в этот момент заулыбался? Потому что я сегодня опоздал. Ничего страшного. Собственно, не следя за своим временем, да, там, не могут выполнить обещания в нужные сроки и так далее, дети это тоже замечают и перестают ценить инструменты управления временем. Если же родители четко двигаются по намеченному плану, то есть вот сказано, сделано в намеченный срок, то же самое проявляют ребенку. Понятно, что вот интересно всего посидеть в телефоне, там, в планшете, посмотреть какие-то ролики, поиграть, там, еще что-то, да, сейчас там все в лайки, в тик-токе, там, сидят, все это смотрят. И это, на это тратят бесконечное время, потому что ты пока пролистываешь эту ленту, ты не замечаешь, как уходит время, и ты его не контролируешь. Почему? Почему? Потому что у тебя, ну, соцсети построены очень классным образом, они бесконечны. То есть у тебя нет какой-то точки, на которой ты можешь остановиться, зафиксировать внимание и переключиться на другую задачу. Вот умение переключать и следить, то есть научить ребенка пользоваться будильником на часах, на том же планшете, то есть сказать, вот сейчас у тебя есть там 43 минуты на то, чтобы полазить в гаджете. И давай мы это время зафиксируем не просто устно, а поставим тебе будильник. Когда он тебе прозвонит на этом гаджете, ты закончишь. И несколько раз это повторить, несколько десятков раз, 42, как показывают, ну, как рассказывают там большие коучи, чтобы выработалась привычка. И все, он начнет себе лимитировать время. Я выполнил задачу, могу немного поиграть. Все, сколько я могу поиграть там? 30 минут. Ставит себе будильник, играет 30 минут. То есть вот с детства надо вырабатывать вот эти вот навыки тайм-менеджмента. И, ну, я знаю людей, которые это делают, уже дети в возрасте там 18-20 лет, и эти дети колоссально отличаются от всех своих известников тем, что они достигают гораздо большего за счет того, что у них есть понимание, как себя ограничить во времени, как распределить свое время на более важные задачи и достигнуть большего эффекта. Слушай, смотри. Окей. Детей мы научили. Они стали такие, ну, как условно говоря, мы их не называем биороботами, но люди, которые подчиняют бремя таким вот образом, что действительно достигают высоких результатов. А как это, точнее, не как, а во что это может вылиться впоследствии, да? То есть вот, условно говоря, один плевал на время, ну, дожил там до 60 лет, да? То есть, как бы, ну, получает какую-то стандартную пенсию. А вот этот человек, который вот прожил именно вот в таком вот режиме, он-то что приобретает? Ну, во-первых, наверное, я такой вначале услышал по текстовым вопросе, то есть про биороботов, о том, что не получится ли так, что человек, как мне часто тоже начинает говорить, ты вот реально как робот, у тебя все расписано по минутам, этот ежедневник, ты там ни на что не отвлекаешься и так далее, а когда же жить, а где же эмоции, а как же спонтанность и так далее. И вот в вопросе прозвучало, не получится ли такое с детьми? Ну, давай так, получится так, что ты вроде бы чего-то достиг, да, и ты видишь, что ты достигаешь больше в результате того, что ты подчиняешь, точнее, не подчиняешь, а контролируешь время, и, соответственно, у тебя открывается больше возможностей, и ты, грубо говоря, начинаешь тратить свой важный ресурс время, а давай-ка я это еще попробую, давай-ка вот это еще попробую, да, не получится так, что ты вроде бы все пробовал-пробовал, то есть жизнь, она достаточно короткостечная, правильно сказал? Коротечная. Коротечная, вот, спасибо, звукорежиссер и все такое. Вот, не получится так, что ты просто отвлекался на другое, а тем, чем хотел бы заняться, наверное, вот, я не знаю, рисовать. Вот у меня брат рисует хорошие картины, кстати. Вот, ему сейчас 44 года, и вот у него пробилось вот это желание рисовать, но для этого у него произошли там такие свои какие-то определенные перемены, то есть вот, когда он начал переосмысливать, что я хочу не только ради работы жить, а хочу что-то еще и сотворить, что-то сделать. Да, так вот для этого и служит как раз тайм-менеджмент, то есть это такое заблуждение внешнее о том, что человек, который живет и контролирует свое время, он как робот четко движется, там, не имеет никаких эмоций, там, ему чуждо все человечное, он вот идет вперед к намеченной цели. Так цель-то может быть как раз сформировать для себя такую среду окружения, людей, там, свободного времени, чтобы посвящать как раз больше времени проведению с семьей, занятию любимым делом, там, спортом, экстримом, еще чем угодно. Для этого же и есть управление временем, то есть условно он ставит для себя рамки, я работаю там 9, 10, 12 часов в сутки, там, не менее 8 часов сплю, остальное время посвящаю семье, любимым делам, увлечениям и так далее. Вот, тогда как те люди, которые не контролируют это время, они либо не достигают результатов, их не получается просто тратить время на развлечения, потому что на это нет ресурсов, либо они много очень времени тратят на всякие развлечения и в определенный момент приходят, там, к финансовому кризису в жизни, в принципе. Вот, в этом колоссальная разница. То есть управляя временем, вы управляете ходом своей жизни и можете сами распределить, что вот, условно, там, вот у меня цель на этот год не менее 100 дней отдыха, отдыха в плане поезда куда-либо, то есть не нахождение в Ленинградской области. Я тебе даже больше скажу, что у нас по календарю, в принципе, даже больше, чем 100 дней отдыха. Отдыха в плане выходных, но как люди, которые не управляют временем, проводят эти выходные? Я говорю, у меня там основная ремарка в цели, то, что это отдых выездной, то есть за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А как же в пятницу, в субботу выпить и пойти на дискотеку потусить? Это же так классно. Да, если у тебя есть это в планах и у тебя там ближайшая цель на дискотеке познакомиться с какой-нибудь очередной пассией… Может быть, я хочу… подожди, человек скажет, подожди, я, может быть, хочу жизнь прожить на дискотеке, понимаешь? То есть хочу, чтобы она прошла как один, знаешь, как один день. Хорошо, я тоже за дискотеки, но мне нравятся дискотеки, вот классные дискотеки на Занзибаре. Это уже интересно. Чем отличается? Отличаются окружающие атмосферы. Во-первых, там приятный теплый бриз и плюс 30, и ты можешь в любой момент окунуться в океан музыкой и разного цвета кожи людей, которые одинаково отрываются с чувством просто превосполненности собственного достоинства. Ну, то есть, получается, есть определенная возможность выбирать. Да. То есть вот это такое кардинальное отличие. Слушай, с чего начать? Тайм-менеджмент? Да, взрослому человеку. Вот здесь и сейчас, и ты можешь примерно в процентном соотношении, либо в каком-то натуральном выражении объяснить, каков может быть сейчас прирост. Вот, например, человек 35 лет или 40 лет. 40 лет, уже там чуть-чуть, и уже на пенсию пора 25 лет. Вот, ну, если мы сейчас про мужчин говорим. Какой прирост? Есть какая-то выгода с этого? Ты можешь вот сейчас вот примерно сказать? Вот 35 лет, как может измениться жизнь? Да, конечно. Ну, например, давай возьмем простого человека, я не знаю, возьмем бухгалтера. 35 лет. Мы сейчас... Зарплата 45. Проговорили, да, про детей. Теперь как вот стартануть, если ты никогда об этом не задумывался и сейчас хочешь изменить свою жизнь, начать управлять собственным временем? Во-первых, это, естественно, поучиться. То есть нужно прям затратить хороший пласт своего времени сейчас, приняв решение четко, бесповоротно о том, что я буду учиться управлять своим временем. А учиться надо куда-то ездить? Не обязательно, сейчас куча вебинаров, книги хорошие. Онлайн. Да, все это можно делать онлайн, читать в удобное время и так далее. Опять же, выделять больше времени в своем рабочем процессе, в свободном времени, вечерами на то, чтобы получать эти навыки и сразу их применять. Очень важно. Как в любом образовании, навыки получил, сразу начинаешь их применять. То есть ставишь для себя задачу за два месяца высвободить в сутках минимум два часа свободного времени, то есть оптимизировать свое время. То есть ставишь четкую цель и к ней идешь инструментами. Первый инструмент – это планировщик, то есть надо завести либо ежедневник, либо гугл календарь себе, то есть начать четко прописывать свои задачи на день и контролировать их сроки исполнения. Это же очень тяжело. Да, это привычка. То есть к этому надо прийти, это реально вырабатывание привычки. То есть ты встал с утра, кому как удобно, либо с вечера предыдущего дня, ты пишешь себе задачи на следующий день. С этого, собственно, ты начинаешь. Потом эти задачи начинают перекочевывать у тебя на более длительное время. Потом у тебя появляется какой-нибудь там календарь, в который ты уже планируешь на весь год, забиваешь в нужные даты, и ты уже понимаешь, как у тебя распределяется время. То есть первое – это планирование и четкая постановка задач. Следующее. Когда это войдет в привычку, мы начинаем замечать, что у нас, допустим, не взял с собой сумку, показал бы, ежедневник. И в странице в ежедневнике расписано более 30 задач. Начинаешь день с того, что делишь эти задачи на четыре сектора. Срочные – важные. Там, где то, что нельзя вообще отложить. Срочные – неважные. Важные – несрочные. И неважные – несрочные. Вот те, которые в четвертом секторе – неважные, несрочные. Стивена Кови, да, ты сейчас пересказываешь немножко? Я правильно говорю? В том числе. Этот инструмент очень у многих, но он реально работает. Он рабочий, я же знаю, что ты говоришь. Собственно, берем этот четвертый сектор и просто выбрасываем. Я сейчас говорю о том, что очень важно читать и учиться. То есть вот без этих знаний трудно действительно управлять и… Так невозможно. Мы можем где-то на интуитивном уровне пытаться что-то оптимизировать, но это будет минимально эффективно. А если мы получим вот эти инструменты, да, о которых я постараюсь сегодня рассказать, о которых можно и нужно прочитать и это нужно практиковать. Я говорю, вот мне удалось улучшить свои результаты примерно x2, сделать, используя всего три инструмента, которые я подчеркнул из большой книги Глеба Архангельского в управлении тайм-менеджментом. Все. После этого я когда увидел результат на протяжении года, я подумал, ничего себе, надо точно двигаться в этом направлении и усовершенствовать это. Самая главная мысль, наверное, которая… То есть, грубо говоря, вот этот бухгалтер с зарплатой 45 тысяч и 30, в возрасте 35 лет, да, то есть он не ограничен даже с точки зрения финансов. То есть если говорить там в два раза, это не 90 тысяч, да, это может быть и 200 тысяч. И все зависит от того, наверное, какую ценность ты представляешь окружающим. Все зависит от того, какую ты цель ставишь для себя в принципе. Может быть у него цель не повышение дохода, может быть у него цель больше отдыхать ездить. Вот при нынешнем доходе оптимизировать свое время так, чтобы он мог, не знаю, на рыбалку ходить не там раз в два месяца, да, а каждые выходные. Ну, либо еще какое-то увлечение свое развивать, либо наоборот он там все время работает, куча там отчетностей, поздно приходит домой, он хочет больше времени проводить с семьей и так далее. Как оптимизировать свое рабочее время? То есть тайм-менеджмент важен как на этапе детского сада, школы, так и на этапе обучения в вузах, так и на этапе наемного работника, на пенсии, где угодно. То есть если вы оптимизировали свое время, вы можете оптимизировать рабочие задачи. Да, вот я говорю, повыкидывали ненужное, то, что у нас уходит много времени. Просто вот каждый из, в принципе, зрителей может для себя проанализировать, на что у него уходит основное время. Ну, конечно, это будет вот это, более 60% времени. Опять же, как детям, ограничиваем. Начали лазить в телефоне, заведите себе будильник, пусть он вас тормознет. Переключитесь обратно на рабочие задачи, потому что у нас как происходит? Знаешь, я бы, наверное, сказал бы не ограничивать. Я просто сейчас вот так вот слушаю тебя. Я бы, наверное, просто попытался бы, еще раз говорю, не ограничивать, а замещать бесполезное проведение времени на полезное. Ну, например, тоже чтение книг или прохождение того же курса. То есть, ты хочешь вроде бы что-то поиграть, но просто расставь приоритеты немножко в другом ключе, и у тебя получится, что мал по малу, процент к проценту, ты выйдешь на 100%. Ты научишься, чтобы было понятно, я, например, не использую, скажем так, календарь, потому что у меня внутри по ходу дела вот этот тайм-менеджмент есть, внутренний, да, что я, в принципе, везде успеваю, там, где мне надо. То есть, я не ставлю много задач, которые я реально не смогу сделать. Я стараюсь сделать вот какой-то определенный минимум и кайфую от того, что я делаю. Вот это же, то есть, я потихонечку успеваю. У меня, видишь, так как я занимаюсь бизнесом, у меня есть четкое понимание, что, ну, опять же, мы сейчас про бизнесменов говорим уже, да, что есть четкое понимание, для того, чтобы везде успевать, нужно просто покупать, не бояться покупать чужое время. То есть, это вот основная мысль, которую я… Это один момент, не бояться покупать, а второй момент, нужно понимать, куда можно продать это время, которое у тебя появилось. И тут ты уже понимаешь, что ты скользишь вне времени, вне каких-то вот этих рамок, но, опять же, это только подходит бизнесменам, инвесторам, те, кто уже туда ушли. Чуть-чуть не соглашусь. Это же подходит и наемным работникам, то есть, вот как берем того же бухгалтера в 35 лет, он, научившись тайм-менеджменту, то есть, научившись планировать свое время, поняв, в чем есть мотивации по планированию времени, в том, что он там не просидел до 16 часов на работе, пролазил там в соцсетях, в гаджете и так далее, у него осталось 2 часа, которые вырастают в итоге в 4, он задерживается на работе, чтобы сделать те задачи, которые у него были. Он берет, делает свои задачи заранее и потом, развиваясь, помогает своим коллегам, тем самым подкупая их доверие, либо выстраивая отношения и показывая свою эффективность, он может тем самым за счет тайм-менеджмента, я говорю не только, но и в том числе, стать руководителем уже потенциально среди своих коллег. Просто грамотно распределять свое время, то, что он стал делать это, не задерживаясь на работе, хотя бы в срок, не оттягивая сроки, как это многие делают, да, наемные сотрудники, и руководство его замечает, повышает должность. Что он получает как инструмент? Как раз управление временем других людей. Свои задачи он уже может перераспределить на всех, четко выстроить систему контроля, тем самым высвободить свое время. Все. И это за счет того, что он просто изначально воспользовался инструментами и стал чуть лучше, чем все остальные. И вот, пожалуйста, наемный сотрудник также за счет тайм-менеджмента может покупать время других людей. Есть два случая, тем недавно. Обращал внимание во время общения с людьми. Одна женщина многодетная мама, у нее четверо детей. Как вот быть вот в этом случае? И второй случай жизненный, опять же, жизненвзятый. Человек занимается бизнесом, развивает этот бизнес, но у него не хватает времени, он реально ходит туда, как на работу. То есть, есть люди, найти людей не может, как обычно. То есть, наверное, это просто не цель найти людей, а цель, наверное, просто выполнять работу за этих людей. Вот, в общем, два живых примера. Многодетная мама, вторая – это тоже мама, но которая занимается бизнесом. Я начну со второго, с твоего позволения. Просто очень такая близкая тема. Я тоже очень долго шел к этому моменту, потому что надо задуматься, почему так происходит. Вот правильная же ремарка – не потому, что он не может найти людей, потому что он не может доверить им выполнение этой работы. А почему он не может доверить выполнение этой работы? Потому что каждый из нас в душе эгоист и перфекционист. И кроме нас лучше этого никогда никто не сделает. Вот сейчас у нас идут курсы, на котором как раз ты принимал участие. У меня там есть тренинг «Правление командой». И основной тезис, который я пытаюсь донести до сознания просто участников курсов, о том, что результат на 100% равен сумме пятых результатов. То есть, надо понимать, чтобы твои 100% выполнялись, тебе надо взять пять сотрудников. То есть, только тогда ты получишь результат, замещающий то, что ты делаешь. Вот, все. Надо просто принять это внутренне и понимать, что если человек делает хотя бы на 20% от того, что делаешь ты, ты уже освобождаешь 20% своего времени. Ну, требовать больше вообще. Я как раз хочу дополнить, пока ты говорил, да, то есть, вот Дима, ты просто еще не готов. Но он сделал вообще. Ваша реклама может быть на этом замечательном мониторе. Ну что, давай я небольшую интеграцию просто сделаю. Ну, просто выпуск выходит под та самая, скажем так, поддержки нашей студии, Бородач Продакшн. Мы здесь действительно творим какие-то чудеса. После наших выпусков люди начинают общаться. Я зачастую так вот хожу, спрашиваю, общаюсь с людьми и отмечаю такой интересный факт, что сейчас YouTube, если ты оплатил премиум аккаунт, позволяет просто включить в этот самый зарядник, положить где-то рядышком там в машине, ну, я не знаю, там бардачок, ехать и слушать то, о чем мы говорим. Представляешь, то есть, вот ролики, казалось бы, по полтора часа, но люди реально дослушивают до конца. Вот. Ну, это была небольшая рекламная интеграция, в общем, приходите в гости. Да. А что мы положили в бардачок? Телефон, телефон. Просто положил, все, то есть, не надо его держать это отключенным для того, чтобы смотреть и отвлекаться. То есть, он в фоновом режиме. Да, в фоновом режиме, это сейчас классно. То есть, некоторые люди просто там, я не знаю, занимаясь спортом, раз наушники вставил и все, и побежал. То есть, вот оно. Кстати, как вот вариант, где выкроить время для того, чтобы чему-то научиться. То есть, слушать, то есть, занимаешься спортом, совмещать точнее, работу, да, и какие-то полезные вещи. Например, тоже образование. Да. Ну, вот я по себе могу сказать, реально, у меня большие переезды очень часто, я мотаюсь по области, там, по России и так далее. За рулем включаешь, едешь дорогу, трасса, слушаешь, не смотришь, очень удобно. Ну, то есть, у меня постоянно, когда не звонки, то я смотрю ролики с YouTube, получаю какие-то новые знания. Слушай, ну да, мы этот, про первый случай еще так. Да, говорили про женщину, у которой, нет, предприниматели уже закончили. Закончили, да, я понимаю. Вот, про женщину, у которой четверо детей, и как вот ей быть, потому что все ее время высасывают дети, потому что ребенок это вообще просто, это человек, за которым нужно от А до Я, да, там, сделать вообще все, особенно если он маленький. Вот мне как этот написал, ну, просто у меня в коттеджном поселке там есть участок, и так как, не знаю, со мной общается, я тут, типа, как бы, а-ля, возможно, как председатель буду, и они мне вот спрашивают, и говорят, блин, мне не хватает времени, у меня, типа, вот маленький ребенок, который забирает все мое время. То есть, а так у нее четверо детей. Вот что ты посоветуешь? С чего начать? Начать с того, что четверо детей, даже если они по годке, то все равно есть кто-то старший, кому минимум уже пять. И этот старший, он, так как он был первый, и все остальные были за ним, уже понимает, что примерно надо делать с самым младшим, потому что он это прошел как минимум уже два раза. И надо брать его в помощники. То есть, вот тот же самый покупка чужого времени, привлечение в данном случае тяжелого времени, берите своих старших детей, учите их тайм-менеджменту о том, что мы вот в тебя вложили, ты был первый, один, мы в тебя все вкладывали, теперь вас больше, и ты наравне с нами должен вкладывать в своих братьев и сестер. Тем самым вы высвобождаете свое время, если вам, по сути, основное время ухода за детьми – это контроль за ними. А это может делать и старший ребенок, ну то есть, чтобы он куда-то не полез, где-то не упал, что-то не свалил, что-то не разбил и так далее. Все, понятно, если это какие-то уроки, и тот еще не может объяснить, то это вам нужно делать вам. Но оптимизирует задача. Как раз к этому же примеру про предпринимателя. Это вот контроль. То есть, это даже модель поведения, что он как ребенок, а я как родитель. То есть, я должен проконтролировать, что он точно выполнит мое поручение. Сделать так, как нам кажется, а мы, как правило, когда передаем детям, мы сравниваем с своим опытом, либо, как правило, даже не реализованы какие-то свои детские желания, пытаемся в них впихнуть, через них реализовать. Но детям это, как правило, не очень интересно. И тем самым мы тратим кучу времени на то, чтобы заставить их делать то, что мы хотим. Этого же тоже не надо делать. Надо отпустить ребенка. Он сам при правильном направлении общих принципов жизни выберет тот путь, который ему нужен. Те тренировки. Если он будет ходить на них с удовольствием, он сам будет туда ходить. Его не надо будет водить, его не надо будет контролировать и так далее. Если ему нравится, допустим, заниматься языками, он сам ими будет заниматься. А если вы насильно прыгали в школу и говорите, вот тебе надо учить английский, а ему не хочется, ну это не его, ну вот не лингвист он, конечно, вам придется там 3-4 часа тратить на то, чтобы он выучил то, что ему задали, вместо того, чтобы он занимался, условно, он хочет рисовать, и он бы с удовольствием сам рисовал, и вы бы не тратили на это время. Слушай, а как ты относишься к тому, что сейчас женщины больше предпочитают карьерный рост, чем с ним рожать большое количество детей? Потому что четверо детей, ну просто кто-то родил, да, мы говорим, это классно, что у тебя четверо детей. Но с другой стороны, когда дело касается нас, и стал бы ты рожать такое количество детей, некоторые начинают задуматься, да лучше я, наверное, все-таки займусь карьерным ростом. Как ты вообще вот к этой ситуации? Слушай, ну тут очень сложно однозначно ответить, потому что большое количество детей действительно сложно. Или женщина тоже человек, да, чтобы мы понимали. Мужчина это все всегда хорошо, да, там, всегда можешь пойти поработать. Да, пойти поработать. Женщина так не может себе. Да. Тут, мне кажется, зависит очень от внутренних установок и менталитета самой женщины. Какие-то женщины предназначены для карьеры, да, они там, хорошо, если рожают к 40, а то и совсем не рожают и так далее. А какие-то изначально, да, там, первый ребенок в 20, да, там, пятый в 30 и так далее. И, ну, им комфортно. То есть, надо же смотреть от внутреннего состояния. В какой семье ты воспитывался, да, и так далее. Потому что, ну, не сравнить. Вообще, кстати, образование очень сильно влияет на количество рождаемости детей. Чем образовывание женщины, тем выше вероятность, да, что она будет рожать большое количество. То есть, вот почему идет даже снижение рождаемости не только там в нашей стране, да, еще во многих странах. Потому что образованный человек начинает взвешенно подходить к этой ситуации, оценивать все риски и, соответственно, принимает решение для себя, чтобы, ну, рождение первого ребенка, то есть, не по 17, там, в 20 лет, да, а немножко оттянуть хотя бы на 27-28 лет. То есть, хочется, я так понимаю, в любом случае какой-то карьерный рост, да, пожить для себя. Потому что, ну, слушай, 10 лет, да, наверное, ты отдашь. Ну, то есть, плюс-минус ты отдашь. Первые два года это вообще, наверное, так? В 18? Ну, в 12 лет уже, как-то, я бы сказал, спокойнее. То есть, ну, у меня двое пацанов, вот, второму сейчас 12. Я к тому, что, блин, как-то поспокойнее стал. То есть, ты уже уверен в нем, что вот он сам многие вещи какие-то сделать, а если не сделать, то надо просто его немножко научить. Ну, тут, безусловно, просто, мне кажется, уверенность раз, но время, если раньше тратилось на контроль за поведением, то теперь оно просто тратится на другое, на проведение времени, на заинтересованность, потому что они уходят в себя и родители считают, о, классно, он там подрос и теперь сам все занимается и теряет контакт с ребенком. Тут же надо теперь вкладывать время в то, чтобы у вас сохранялся контакт, чтобы вы общались, чтобы у вас были какие-то общие увлечения. Общие интересы, да. Да. Это же тоже время, которое мы вкладываем. Нельзя говорить, что там с ростом ребенок, ну, потому что даже дальше, я говорил до 18, на самом деле не так, что с детьми мы на протяжении всей жизни должны вкладывать время, чтобы сохранять вот этот контакт, взаимоотношения и так далее. Димас, как дела? Нормально, так раньше. Он все продолжает ваять этот рекламный баннер. Я к чему? Оптимизация времени. Оптимизация времени, да, чтобы было понятно, вот у нас идет запись, да, Дима у нас переключает, параллельно записывает вопросы и еще умудряется этот рекламный баннер сделать. Это возвращаясь к тому, что, например, я не боюсь ему доверить, да, то есть вот он идет и делает, то есть осознанно подходит к этому, что вот надо развиваться. То есть я вот для бизнесмена то же самое рекомендую. Пересмотреть подход, действительно, снизить вот этот, ну, как сказать, снизить контроль над своими сотрудниками и дать им действительно возможность самореализоваться. Это высшая вероятность того, что компания, во-первых, увидит много каких-то новых интересных идей, потому что когда человек все-таки развивается, что-то творит, у него происходит мыслительный процесс. И вы понимаете, что когда вы человека давите, говорит, так не надо, надо делать так, как я считаю нужным, вы тем самым ограничиваете инновационную мощь вашей компании, потому что каждый человек, который может что-то сгенерировать, это инновационная мощь вашей компании. То есть поэтому ни в коем случае нельзя ограничиться. Надо вырабатывать инструменты инициирования и фиксации инициатив. Давай еще вот этот вопросик про тех ребят, которые сейчас проходят курсы предпринимателей, что ты можешь про них сказать? Получится у них стать предпринимателем? У меня просто в понедельник будет достаточно такая душераздирающая запись. Называется она «Я закрываю бизнес». Вот, поэтому… Проанонсируешь гостя? Нет, пока нет. Это еще… Он еще не принял решение закрывать бизнес? Нет, он принял закрывать. Понедельник. Я его просто пригласил, говорю, давай приди, пообщаемся. Соответственно, может быть найдем пути еще выхода. То есть моя задача все-таки, я из среды предпринимателей, всячески стараюсь отстаивать интересы предпринимателей. И для меня очень больно, когда я вижу, что бизнес закрывается. Ведь каждый бизнес – это все-таки люди, это жизни, это потрачено большое количество времени, усилий. Вот поэтому вот так вот. Давай. Ты как считаешь? Что у тебя с твоими ребятами? Получится у них? Я считаю, что старт бизнеса во многом зависит от внутреннего состояния человека. Я готов ли он сделать вот этот вот шаг в пропасть, ну то есть в темноту даже, не в пропасть. Пропасть – это точно вниз, а это шаг в темноту, в неизвестность. И мы не знаем, будет ли там пропасть, либо будет там лестница вверх. Вот все будет зависеть от того. Я знаю точно людей, которые точно из группы будут развиваться, и у них точно будут хорошие результаты. На людей, которые колеблются, которым, наверное, не хватит этого трехнедельного интенсива, они еще посомневаются. Если идея будет у них гореть, они будут консультироваться со мной, с другими спикерами, которые были, и все-таки дойдут до решения, то у них тоже все получится. Есть люди, которые пришли получить знания, и они не откроются. По внутреннему состоянию, отсутствие предпринимательской жилки, которая так и не взращивается и так далее. Люди есть разные, поэтому однозначно сказать, что у всех получится, либо там 50%, но я в этом не берусь. Ты знаешь, по поводу предпринимательской жилки, предпринимательство это не только бизнес, это вообще о том, когда мы предпринимаем какие-то либо шаги. Ну, то есть, грубо говоря, работник, ну давайте возьмем высокий специалист какой-то там, который работает на одном предприятии и получает, условно говоря, 50 тысяч рублей, и когда он, а он, кстати, чтобы было понятно, каждый работник мониторит вообще так или иначе заработные платы, когда он переходит на другое предприятие, где, например, там уже платят 80 тысяч, это и есть как раз предпринимательский жест, скажем так, когда ты хоть что-то предпринял для того, чтобы улучшить свое хотя бы финансовое состояние. Поэтому ты правильно сказал, что не все выращивают вот эту жилку предпринимательскую, а на самом-то деле надо просто не бояться и идти вперед, вперед, вперед. Каждое действие должно чем-то подкрепляться, подкрепляться каким-то результатом. Ты музыку включил? Продолжайте. А можно продолжать? Не отвлекайте. Серьезный человек. Не обратились вниманием и горит. Да, да, да. Это, слушаю, это как в этом, Харламов там, ну, была какая-то пародия, я не помню, тогда горели леса, вот, и, скажем так, типа шли новости в этот момент, и репортер звонит этому губернатору, вот, тот уже в огне там весь, говорит, нет, все нормально, все хорошо. Все под контролем. Да, 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 он уже сам горит, там, потом с ним связываться, нет, все нормально, все хорошо. Потом сгорел, все хорошо, все нормально. Вот это из той серии. Что ты вообще посоветуешь вот этим ребятам, которые решили встать на путь предпринимательского? Ну, я, наверное, не только предпринимателям, всем, если мы говорим в разрезе тайм-менеджмента, я посоветую ставить цели, то есть у многих людей просто нет четко сформулированной цели, либо же, я даже скажу так, сейчас многие люди считают, что у них есть цель, но то, что они считают целью, не является таковой, потому что это нечто, там, хочу хорошую машину. Ну, пардон, друзья, да, это вообще непонятная цель. То есть я всем рекомендую пользоваться технологией постановки цели, целей по смарту. Конкретно измеримое, достижимое, ограниченное во времени, реалистичное. Все, вот этим пяти параметрам должна отвечать любая цель. Научиться ставить правильно цели очень непросто. У меня ушла на это неделю, примерно 200 итераций с целью, и как бы я научился это делать. Вот, теперь я могу формулировать любые цели, в том числе за других людей, очень легко. Но к этому нужно прийти. Нужно, чтобы кто-то проверял правильность формулировки вашей цели, кроме вас. И как только вы поймете, что зачем мне зарабатывать больше, вот там, я хочу больше денег, а зачем? То есть надо задать себе вопрос. Для того, чтобы лучше жить. А что значит лучше жить? Ну, иметь лучше мебель. А для чего тебе лучше мебель? Что было комфортнее? Что для тебя комфорт? Ну, и прийти к какому-то пониманию, для чего тебе надо работать, сидеть в гаджете условно на работе не 4 часа, а час и еще 3 часа посвящать работе, чтобы начать зарабатывать больше. Вот для чего тебе выйти из этой зоны комфорта? Чтобы больше путешествовать. Путешествия для чего? Для эмоций. Окей. Эмоции понятны. Для чего? Эмоции – это наша жизнь. Все. Мы пришли к тому, что нам хочется больше путешествовать. Тогда думаем по-другому. Так может быть надо уйти с работы, научиться зарабатывать на путешествиях и путешествовать тем самым. Первая мысль. Вторая мысль. Может быть устроиться на такую работу, где можно во фрилансе, катаясь по островам Тихого и Средиземного океана и параллельно работать. То есть есть куча инструментов, надо понять четкость цели, то есть для чего мы это делаем, для чего нам деньги, какой конечный результат, что мы хотим благодаря этому достигнуть. Ну и опять же, я так понимаю, нужно задуматься о тех ресурсах, которые помогут нам для того, чтобы дойти до этой цели. Зачастую просто люди об этом же тоже забывают, либо они видят достаточно узкого, они считают, что вот было бы у меня много денег, то соответственно я бы, наверное, путешествовал, ни о чем не задумался. Но ведь здесь, наверное, тоже нужно подойти немножко по-другому к решению этой проблемы. Ты правильно сказал, это время, да, то есть и как ты перереспределяешь это время. То есть вот это тот ресурс, о котором зачастую все забывают. Вот мы об этом, кстати, всю передачу-то и говорим. Время – это тоже ресурс, использовать его по максимуму. Так время – это один из основных наших ресурсов. Да, я бы даже так сказал, деньги. Даже не второстепенные, третестепенные. Потому что первостепенные для каждого человека должно быть здоровье, которое не купишь, да, даже при всей современной медицине. И отношения в семье. Вот это первостепенно. Второстепенно – это наши знания, обладание информацией и время. И третье – это уже деньги. Ну, в моем понимании. Наличие большого количества денег, вот как раз, пока ты говорил, то, что все считают, что много денег, да, это свобода, это хорошо. Я же могу сказать, и я думаю, многие богатые люди это подтвердят о том, что чем у тебя больше денег, тем у тебя больше проблем. Тем у тебя больше загруза, тем у тебя больше различных задач, больше ответственности и так далее. Поэтому, пока у тебя там нету каких-то большого хорошего достатка, ты об этом не понимаешь. Как только у тебя появляются деньги, ну, там конкретные примеры, да, вот у меня в проектах с инвестированием, пока все это не выстреливало, ну, ты работал как бы спокойно сизаемость. Теперь, когда у тебя лежит неинвестированная сумма, тебе это создает гораздо больший дискомфорт, чем то, когда у тебя просто ее не было. Надо тоже об этом понимать и помнить. Да, возникает много вопросов, скажем так, с сохранением этой суммы. И при умножении. Да, и при умножении, потому что на эту сумму будет всегда кто-то охотиться, ну, с точки зрения, давай потратим сюда, потратим вот сюда еще, да. Ну, наша задача, конечно, даже и свои финансы научиться оберегать, то есть время это хорошо, да, но вы вроде бы как бы оптимизировали свое время, заработали что-то, ну, и благодаря тому, что не можете контролировать чью финансы, да, можете потерять эти деньги. То есть, опять же, то же время, которое… Ну, это да, это уже тема управления финансами, личные финансы и так далее. Ты как думаешь, во сколько уже так закончишь заниматься бизнесом и, например, уже займешься, не знаю, написанием мемуаров там, не знаю, чем ты бы хотел заняться? Вот я для себя, честно тебе скажу, у меня сейчас 42 года, я, наверное, уже к 45 годам подхожу и примерно понимаю, бизнес для меня уже не становится, ну, как сказать, не возбуждает с точки зрения развлечения. То есть, я занимаюсь бизнесом исключительно, да, потому что мне скучно. Ну, вот в жизни человека, когда он что-то достигает, когда у него что-то получается, вы доходите до определенного уровня. Потом вы начинаете, ну, я про себя говорю просто, начинаете задуматься над тем, что-то я так на это трачу время, ну, мне не интересно, да. Поэтому приходится иногда переключаться на какие-то вещи, открывать какие-то новые направления для того, чтобы себя хоть как-то разыщивать в этой жизни. Ну, достаточно скучно. То есть, смотреть просто тупо телевизор, ну, это не мое, я просто тупее там через какие-то там полгода на человека буду не похож. Ну, некоторые, кстати, это смотрят. Но ты себя как видишь? Да, смотри. Я просто в 45, я сейчас просто, да, договорю. То есть, вот у меня сейчас 42, к 45 годам я понимаю, что я сейчас формирую инвестиционный портфель. Я прекрасно понимаю, что у меня есть хорошие такие навыки, как видеооператор, я что-то там создаю с точки зрения видеоконтента, да, продакшена. То есть, мне достаточно, знаешь, вот, да хоть сейчас вот у меня просто друг уезжает в Турцию. Я так посидел, подумал, блин, что, взял камеру, ноутбук, поехал в гостиницу и сказал, ребят, я умею это и это, это, а вы можете мне заплатить денег, накормить и это самое, жилье предоставить. Да не вопрос. То, что, например, в той же Турции, это достаточно серьезная потребность в том, чтобы создавать какое-то хорошее вот именно оформление этих тех же сайтов. И я реально понимаю, что, блин, я даже денег могу не тратить. То есть, вот, то есть, те инвестиции, которые, и те бизнесы, которые здесь работают, они позволяют просто аккумулировать и собираться, накапливаться. А ты ничего не тратишь. То есть, вот, сколько нужно человеку? На самом деле, немного. Вот, поэтому ты себя как видишь. Да, вот этот вопрос, который ты сейчас вначале сформулировал, там, в каком возрасте ты остановишься, мне последние три года задают очень часто. Я много раз уже задумывался и пришел к тому, что на сегодняшний момент, вот, в моем нынешнем состоянии осознания, я не планирую останавливаться. И почему, вот, ты говоришь, там, какие-то бизнес-процессы становятся неинтересными. Абсолютно верно. И я занимаюсь только тем, что мне интересно. Вот это ключевое, да, вот у меня сейчас четыре направления, и они все четыре мне интересны. Я горю ими, я живу ими, я делаю все это с удовольствием. То есть, я не считаю, что я хожу на работу, да, хотя вот работаю, допустим, вот в среду у нас был довольно-таки насыщенный день. Я выехал из дома в 7.30 утра и закончился мой рабочий день. Даже не дома, у партнера в гостях пришлось остаться, потому что мы закончили обсуждение в 4 часа утра следующего дня. Ну, то есть, по сути, 20 с половиной часов рабочего времени, насыщенного с различными объектами, переездами, переговорами, расчетами и так далее. И, ну, это в кайф. И это приводит к хорошим результатам. Я не планирую останавливаться. Я просто знаю, что отдыхать в моменте, как вот там пришел вечером, там потратил время на отдых, мне не очень комфортно. Мне комфортно как делать крупные покупки, в отличие от мелких, так и отдыхать, да, вот допустим, я месяц проработал, на 2 недели улетел куда-нибудь. Еще месяц проработал, еще на 2 недели улетел. Вот в таком формате. Поэтому останавливаться не планирую. Сферы деятельности менять, да, вот то, что ты говоришь, занятия для души, вот я вижу, тебе нравится вот это направление, классно. Мне нравится делиться своим опытом, знаниями, формировать сообщество, то есть заниматься передачей своих знаний, то есть вести тренинги. Вот это мое, да, собирать людей, делиться знаниями, курировать их рост, радоваться их достижениям, да, либо там расстраиваться от неудач, контролировать, в чем разница в процессе и так далее. Вот я думаю, что мы будем двигаться, я буду двигаться в этом направлении. Не будем дергаться. Время только скажи, когда это было. 12.40, да. Запиши там, да, вырежем. Сбили только. На чем мы садились? О том, что чем заниматься, когда вырастешь. Ну, на самом деле, ты прав, что хочется радоваться, ну, вообще, точнее, передавать свой опыт жизненный и видеть, как твой опыт кому-то пригодился еще, потому что за счет этого, ну, наверное, развивается вся наша страна, не только страна, а целый мир так вот развивается. Вот, и вот одно из направлений, да, я говорил, что там вот уехать куда-то, это прекрасно, то есть можно с утра пробежаться, да, хорошие продукты, свежий воздух, тепло всегда, все прекрасно. То есть, конечно, это мечта для многих недостижима. Но также я вам, например, если говорить про меня лично, мне, конечно, будет скучно просто делать одно и то же монотонное. И я сейчас вот параллельно начал заниматься тем, что через Инстаграм, то есть мне просто… В общем, я нанял себе тоже продюсера по продвижению уже меня, как продукта, да, то есть как товар, который может что-то дать другим людям, для того, чтобы рассказать о каких-то кейсах работающих. Вот это тоже интересно, вот это интересное направление, оно модное, актуальное. Представь, что мне вот там 45 лет, ну, может, раньше, конечно, то есть вот 45 лет, блин, реально, еще вагон жизни, и ты занимаешься тем, чем ты хочешь, и ты можешь путешествовать по различным странам и не иметь никаких ограничений. То есть вот, поэтому я считаю, что вот такой цели надо идти, чтобы к 45 годам, то есть кто-то может и раньше, если там получится, да, то есть начать жить все-таки немножко для себя. Согласен. Но вот у меня это в 35 получилось. Ну, куда собрался? Вот ключевая мысль, я не хочу уезжать, мне классно путешествовать. Тебе процесс нравится. Да, вот, я люблю путешествовать. Вот у нас эти трипы с друзьями, с партнерами, когда мы выезжаем там на машине, на самолетах, вот там прошлый январь мы просто проехали Талант, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Сингапур, Каулумпур, Катар, вот просто одним мы посмотрели все достопримечательности в быстром таком ритме и так далее, ну классно. И ты заряжаешься, и ты приезжаешь назад, и тебе хочется вернуться назад, хотя там везде по-своему классно. Вот в каждой стране можно остаться, допустим, в Камбодже вообще можно купить маленький городок, просто себе его купить, мне кажется, и жить там у тебя будет там какая-нибудь собственная там часть реки, все эти дома и так далее. Не просто там платить по 20 долларов в месяц всем жителям, они будут на тебя работать, ну, почувствовать тебя шейхом, я не знаю, и так далее. Интересно. Да, но этого как бы на данный момент вот в моем там психотипе человека этого не хочется. То есть вот лечь условно где-то там купить остров на Бали и лечь и лежать с кокосом целыми днями под пальмой. Ну, я знаю, что я там даже трех дней не пролежу, у меня что-то там в одно место тыгнет, я побегу там смотреть, как бы докопать туннель до соседнего острова, там еще что-нибудь сделать, чтобы и тот прикупить, там отельчик какой-нибудь сделать, тут еще что-нибудь благоустроить, там посадить, тут взлетную площадку, тут какой-нибудь кемп и так далее. Ну, просто на одном месте останавливаться вообще скучно, да. То есть ты, когда ты всю жизнь двигался и вот в моменте остановиться, даже не в моменте, плавно, ну, ты правильно говоришь, как у телевизора, когда ты не идешь вперед в нашем ритме жизни, ты сто процентов в два раза быстрее идешь назад. То есть остановиться в моменте, это значит там каждый день ты будешь откатываться на два дня назад, ну и что с тобой будет. Даже если у тебя есть там вот такой вагон финансов, то в какой-нибудь момент просто мир перейдет от там доллара, евро, в котором ты все хранишь и от там недвижимости, просто какой-нибудь цифровой юанни, виртуальный мир и ты останешься без всего. Просто потому, что не следил за тенденциями и не перевложился в своих капиталах. Хорошая фраза сказал, не перевложился. Все правильно. То есть сейчас вообще человек должен не бояться оцифровать самого себя, то есть мы сейчас, я имею в виду оцифровать себя, это грубо говоря, показать миру, кто ты есть на самом деле, да, для того, чтобы твои характеристики какие-то вот базовые, да, узнали как можно больше людей. То есть это вот мы говорим даже про ту же блогосферу или там, если ты занимаешься обучением каким-то, да, передаешь какой-то опыт. Сейчас же в связи с тем, что перепроизводство всего, то есть у нас там перепроизводство на нашем шарике где-то порядка 150 процентов. То есть производится столько всего. Ну, если мы приходим в магазин, да, то есть тот же, вот мы видим много пакетов молока, а оно не все выпивается и зачастую, скажем так, выкидывается в грамм о перепроизводстве сейчас. Вот, и тенденция, вот будущее, это все-таки какое-то менторство, это когда есть какие-то наставники там, да, у кого-то и помогают вырасти. Вот я вот говорю, что даже вот дойдя до какого-то рубежа, то есть ты можешь уже не заниматься делами, но тебе, например, будет интересно заниматься другими людьми, чтобы позволить им как-то встать на ноги. Ну, естественно, это же не бесплатно, то есть это за деньги, то есть ты время проводишь хорошо, общаешься, да, то есть, блин, ну это круто же. То есть поэтому я бы вообще всем пожелал как-то немножко стараться себя оцифровать, а не быть как вот наши бабушки, дедушки, которые, ну, смотришь на них, они даже как-то не осознают то, что есть совершенно другой способ коммуницировать. Для них важно вот либо, алло, позвонить, либо встретиться, пообщаться. Многие люди просто не знают, что вот это как бы называется правильно межличностные отношения, это когда мы не вживую общаемся, да, а общаемся через мессенджеры, и это вполне нормально, сейчас это уже реальность. Ну, опять же, вот продолжение твоей мысли про перенасыщение товарами, я здесь немножко, наверное, разверну в другую сторону. У нас основная проблема, как ты говоришь, нашего шарика, может быть, сейчас прозвучит очень так жестко, но это перенасыщение людьми. Вот у нас реально сейчас очень много и, ну, как бы, если у нас там выкидываются какие-то продукты, то 30% населения земли 100% просто не доедает, им не хватает вот этих там благ цивилизации, они не знали, никогда не видели интернет и так далее, там, голодают, едят подножный корм и все остальное. Вот в этом тоже есть проблема. И мне кажется, развитие даже не столько в цифровизации, сколько вот ты правильно говоришь, в индивидуальном обучении, то, с чего мы начали, и в создании сообществ. То есть пока, особенно на примере России, это особо вот наши ближайшие там бывшие советские страны и там вот эти там Кавказские республики и так далее, они живут общинами. И вот если мы посмотрим сейчас на бизнес, который у нас формируется в России, вот эти общины захватывают все больше, потому что они вместе, они поддерживают друг друга, делятся опытом, контактами, инструментами и так далее. Вот. А мы пока к этому не пришли, но сейчас уже начинаем хотя бы двигаться в это направление. То есть, на мой взгляд, будущее за созданием сообществ. Коммун условных таких, да? Да, нет. Не общая где, а имеется в виду вот... Просто сообществ, даже коммуникации. Вот сейчас, там, 6 лет назад появился бизнес-клуб у нас Соснового Бора, 3 года назад бизнес-клуб Ленинградской области, и вот мы в разных районах Ленинобласти, по сути, там от одного конца до другого 10 часов езды на машине, и мы все равно в одном сообществе, мы понимаем, что да, там есть какой-то запрос на поставку какой-то товара или услуги. В другом конце этот человек может его выполнить, он с тобой в одном сообществе, вы можете договориться абсолютно на более выгодных условиях и так далее. Там есть какие-то знания, да, кейс, допустим, пришли пожарники, что делать, как общаться. К этому уже приходили, он прошел все это дело. Он дает этот кейс, эти развиваются. То есть, когда у группы лиц не один ментор, а каждый из них может поделиться своим опытом и знанием. У них есть общий интерес, вот условно, да, бизнес-сообщество, это, соответственно, бизнес-направление. Внутри можно делиться, опять же, на сферу услуг, сферу производства, там, и сферу сбыта, допустим, и так далее. Сообщество, может быть, там, юристов, сообщество бухгалтеров, может быть, там, сообщество рыбаков и так далее. То есть, люди будут дальше объединяться по интересам. Мне очень хочется, по крайней мере, в это верить, что мы к этому придем. И будет развиваться внутри себя. Кто-то будет приносить контент и знания, другие будут давать ресурсы и вместе это будет развивать это сообщество. Даже с наличием, опять же, интернета и гаджетов можно не привязываться к территориальному принципу. Хочет люди учить, там, я не знаю, английский, китайский язык. Можно же создать сообщество желающих учиться, найти тех, кто уже в Китае и общается с носителями языка, законнектиться, совместно обмениваться опытами. Те будут учить русский, потому что китайцам интересно, россияне. Вы будете учить китайский, это вообще международное сообщество, которое помогает друг другу освоить языки. И это же в плюс всем. И это оптимизация, опять же, времени. Это не надо каждому искать какой-то инструмент, чтобы получить ресурсы, знания и так далее. Это общая группа, находит общие инструменты, потому что они связаны одной идеей и идет в этом направлении. Даже вот городское сообщество, сообщество одного двора можно создать. Если мы берем более локальное, там Сосновый Бород, допустим, рассмотрим любой малый город, мы все жалуемся, там инфраструктура у нас плохая, у нас там дороги, плохие ЖКХ, во дворе грязно, детских площадок нет, ничего. У нас есть все инструменты для того, чтобы все это сделать самим, даже не за собственный счет. Это надо просто объединиться. Надо ни одному кому-то писать, надо писать коллективные письма, ну мы вот с тобой все это проходили. То есть вот формирование сообществ и четкий путь к понятному результату, потому что сообщество по интересам, да, интересы могут быть абсолютно разные. Вот мы придем к хорошему гражданскому обществу. Ну да, я с тобой согласен, что все в наших руках. Вопрос не в том, что мы должны жаловаться, что у нас не получается, а скорее всего в том, что мы не сделали для того, чтобы у нас что-то получилось. Это, наверное, самый главный вопрос. Ну что, я думаю, на этом все. Мы абсолютно, конечно, не затронули инструменты, не дали какие-то четкие практические пользы. Ты знаешь, просто у нас это беседа. Я считаю, что для того, чтобы раскрыть какую-то тему, нужно действительно очень много потратить время. Это нужно показывать какие-то графики, то есть переводить какие-то примеры зрительные, чтобы люди смогли, условно говоря, через какие-то объекты дать массу тем словам, от которых мы говорим. Мы можем красиво об этом говорить, но люди могут просто не воспринимать это. Нужна картинка, потому что у нас 80% визуалов. Да, визуалы, и я считаю, что это более такой индивидуальный подход, то есть вот поэтому можете обратиться к Денису Супоничеву для того, чтобы научиться управлять своим временем. Потому что это более такая тема, да как вообще везде и во всем, то есть везде требует экспертности. Человек, который посвятил не один час и не один день для того, чтобы разобраться, как это все устроено и как это все работает. Ну что, я тебя благодарю. В гостях у нас был Денис Супоничев. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.